В 21 веке, можно сказать, основное направление работы в полиции – это интернет-мошенничество. Только за первый квартал 2021 года количество подобных преступлений увеличилось в России на 52%. И, судя по всему, это только начало. В настоящее время очень большая масса мошенничеств, связанных с использованием IP-телефонии. То есть, звонят неустановленные лица гражданам, представляются сотрудниками банков, сотрудниками полиции. Обычный пользователь может совершенно не ждать беды. Например, по обыкновению вечером после работы отправляется на улицу погулять со своей собакой. В этот момент ему звонят. Человек берет трубку, а дальше все как в тумане. Говорят людям, что их счета подвержены опасности, что необходимо деньги со счетов снять и перевести их якобы на резервные счета. То есть, людей запугивают тем, что при разглашении информации они могут быть сами привлечены к уголовной ответственности. Запуганный угрозами человек верит мошеннику и выполняет все действия, которые от него требуют. Снимает деньги со счетов, а иногда даже берет кредит. А все потому, что звонят с реального номера полиции или банка. Но и это, говорят правоохранители, лишь очередная уловка. То есть, существует такая программа, в общем, это подмена номера. То есть, можно с помощью определенной программы позвонить на телефон с любого номера. Он высветится у вас, допустим, как, там, не знаю, администрация президента. Из-за стремительного развития технологий развивается и мошенничество. Поэтому нужно быть предельно внимательными и знать инструкцию поведения в подобной ситуации. Надо сходить в банк, никого не бояться, рассказать оператору, то есть, что мне позвонили, сказали, что вот тут сотрудники полиции, что меня могут либо обратиться к нам в полицию, да. То есть, не бояться вот этого запугивания. Как правило, найти телефонных преступников очень тяжело. Мошенники меняют номера каждый день, часто находятся за пределами страны. Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности вашей личной информации. Если вы поняли, что вас обманули, нужно обратиться в полицию или ближайшее отделение вашего банка. Елена Джан, Арина Гребенкина, Никита Игнатьев. Наши новости.